В Краснополе есть своя гончарная мастерская. Она общественная. Каждый, кто интересуется гончарным делом, может прийти и учиться. И совершенно бесплатно. Главное – желание. Правда, пока в мастерскую приходят в основном дети. Но мастера надеются, что появятся и взрослые, которые потом могут гончарство сделать своим ремеслом. Ведь изделия из глины всегда в моде, считает гончарных дел мастер Александра Черткова. Наверное, потому что это где-то глубоко внутри каждого человека. Может быть, не каждого человека есть. У нас не было такой возможности, у нас не было такого оборудования. Вот теперь оно у нас есть. Это очень интересно. Это захватывающе, это затягивает. Бросить уже это невозможно. Краснопольская гончарная мастерская – это местная инициатива, которая получила поддержку программы ООН и Европейского Союза. Дорогие дети, сегодня мы будем делать сувениры для наших любимых мам. Как вам моя идея? Согласна. Согласны? Согласна. Начинаем. У Краснопольщины давние гончарные традиции. И теперь их можно возродить в новой мастерской. Нет, не один. Можно вот этим вырезать. У тебя все поместилось? Да. Отлично. Вырезай. Здесь можно научиться работать с глиной с нуля. От ее заготовки и ручной лепки до гончарного круга и обжига в печи. Сейчас в мастерской краснопольские гимназисты делают птичек и рыбок. Вот здесь уже не чугая рыбка получилась. Детям глина нравится больше, чем пластилин, потому что в конце, после обжига, получается вещь, которой можно пользоваться самому или подарить. Это птичка и это для мамы. Расскажи про свою маму. Моя мама зовут Наташа. Она работает в больнице медсестрой. Ну, все. Но самое интересное на занятии – это работа на гончарном круге, современном, который работает на электричестве. Сначала мастер показывает все сама. Сначала сделаем заготовку, потом решим, что чашку будем делать. Наверное, чашку. Дети сразу заметили, что горшочек, который делает Александра, очень похож на тот, который изображен на гербе Краснополия. Вот еще одна причина возродить гончарное ремесло в этом крае. Снова. Ну, а потом за гончарный круг приглашаются дети. За что тебе нравится возиться с глиной? Вон, маникюр же испортила. Ну, то есть, классно, прикольно. Одной рукой не справишься. Глина сильнее тебя пока. Конечно, руки у всех грязные-грязные, но это гончаров-любителей совсем не пугает. Да, ну, можно же их помыть потом. Снимай лишнюю глину, которая это. Здесь нету быстрого. Сейчас привыкли, смартфон открыл, кнопку нажал, быстрый результат. А здесь быстрого результата не получается. Здесь долгий, тяжелый процесс, но благодарный. Честно говоря, возможности заниматься керамикой мы позавидовали краснопольчанам, детям и взрослым. Потому что ощущение от глины непередаваемое, действительно, очень приятное и, безусловно, антистрессовое. Даже для 12-летнего мальчика. Скажи, пожалуйста, сложно эту штуку делать? Ну, сложновато, но все равно приятно. Это расслабляет занятие глиной. А потом, когда сделаешь, ты смотришь и знаешь, что это сделала ты сама. И вправду в современном мире, где гаджет и экран – лучшие друзья детей. И все поголовно увлечены разными виртуальными штуками. Сделать что-то своими руками очень приятно. Пусть даже это что-то совсем не идеальное. Я не мастер, я только первый раз начал делать. Но для первого раза хорошо. Эти чудесные работы краснопольских гончаров, пусть и не очень сложные, но очень милые и искренние, можно купить на ярмарках и фестивалях по всей области. Цена невелика – от 3 до 10 рублей, но это только начало. Люди, которые сейчас начали к нам ходить и заниматься, пока что имеют керамику как хобби. Она не приносит большого дохода, потому что мы только учимся. Я надеюсь, что через год в нашем районе будет не один ремесленник-гончар, керамист. Каждый найдет свою нишу, кто в декоративке, кто в посуде, кто в плитке. И Краснополе опять будет славиться ремесленным краем. Кстати, сама Александра по образованию инженера Асу, но всегда мечтала о ремесле. Она, москвичка, переехала в Краснополе вслед за мужем. А теперь двое детей, семья, любимое дело, счастливая жизнь. Помните притчу? Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. «Что еще слепить тебе?» – спросил Бог. «Слепим несчастье», – попросил человек. Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. Субтитры создавал DimaTorzok